исследуем движение двух материальных точек красный и синий в двух системах отчета в системе отчета неподвижной относительно земли в которой мы нарисуем траектории движения этих автомобилей и в системе отчета связанный либо с синим автомобилем либо с красным автомобилем траекторию рисуется таким образом мы задаем в начальный момент времени начальное положение точек в конечный момент четыре с половиной секунды конечное положение перенесем конечное положение красного автомобиля чуть пониже для того чтобы скорость сделать побольше чтобы они явно не сталкивались они проходят на очень близком расстоянии но не сталкиваются так они движутся в неподвижной системе отчета связанной землей выделим оба автомобиля из группируемых в начальный момент времени отметим положение синего автомобиля сама по себе группировка ни на что не влияет они движутся точно по тем же траекториям в системе отчет связанной землей теперь мы возьмем положение автомобилей в конечный момент времени четыре с половиной секунды и перенесем точку синюю в начало теперь у нас синий автомобиль неподвижен а красный автомобиль движется по прямой относительно неподвижного синего автомобиля очевидно как можно определить минимальное расстояние допустим перпендикуляр из синего автомобиля на траекторию на прямую линию представляющую собой траекторию красного автомобиля поменяем местами автомобиля разгруппируем их отметим местоположение красного автомобиля теперь снова сгруппируем два автомобиля и из конечного положения красный автомобиль перенесем в начальное положение красного автомобиля проверяем еще раз что группирование само по себе никакого влияния на траектории не оказывает теперь красный автомобиль будет неподвижен а синий будет двигаться по прямой линии относительно него минимальное расстояние определяется с минимальным знанием геометрии опускаем перпендикуляр измеряем его длину все напоминаются красный автомобиль apparently такой irresponsительно